И в этом плане очень примечательно выступление Игоря Дадона в Копчаке. Давайте посмотрим это выступление Игоря Дадона в Копчаке, для того, чтобы понять, о чем я говорю. Коллеги, дайте, пожалуйста. Желтая чума. Помните, когда на 20-30 бонус повысилась цена на солярку? Ну, сельхозы. Помните, какие митинги были перед президентом? Помните, как Майя Санда выходила с плакатом, что 4 или 60 за газ это много? Вот если бы она не была президентом, мы бы знали, что может быть 30 лет. Мы бы так ненавидели бы такую жёлтую власть. А сейчас народ ненавидит такую власть. К сожалению, нам пришлось, и приходится через это пройти. Это плохо. Это для нас всех плохо, для наших детей, для всех. Потому что я здесь живу, как и вы, мы все в этой же ситуации. Но, с другой стороны, люди поняли, что это такое. Хотя мы предупреждали, вы помните. Я говорил и про то, что будет в России так. Я говорил и про газ. Я говорил, что они будут пытаться издеваться над нашей церковью и так далее. Я говорил о том, что они поменяют молдавский на румынский. Мне тогда не верили. Говорили, да. Игорь Николаевич, наверное, специально говорит о том, что выбор. К сожалению, мы всё это на себя почувствовали. Я не хочу... Сейчас мы будем говорить о кандидате, о выборах, как и в УЗИ. Выскажите свою позицию. Но я не хочу, чтобы вы потеряли уверенность. Здесь очень много молодых девчат, ребят. Не теряйте уверенность в завтрашнем дне. Мы по-любому победим. Потому что после всей этой тяжёлой ситуации, после чёрной полосы, обязательно приходят белые. Просто не надо сдаваться. Я хочу, может быть, где-то и своим примером это вам доказать. Потому что вы видели, какой прессинг был на меня. Вы видели, как они издавались над моей матерью. Вы всё это видели. Над моей супругой и так далее. Но я всё это выдержал, и я свою позицию не поменял. Я как считаю молдавские языки, так и считаю, что у нас молдавские языки. Меня никто не перебегит в этом. Я уверен, что мы этот закон, который мы не приняли на прошлой деле, мы его отменим. Отменим, обязательно отменим. Я считаю, что православие нужно сохранять обязательно, потому что это основа нашего государства. Я уверен, что нужно с Россией дружить. Не против Европы, а без России мы не выживем. Потому что нам нужен тот рынок. Нам нужна дешёвая солярка для сельхозпроизводителей. Нам нужны дешёвые газы, электроэнергии, потому что иначе никак. Поэтому я хочу вас попросить не терять, не опускайте руки. Всё будет хорошо. Прорвёмся. Прорвёмся. Наши уже рядом. Жёлтые чумы. Ну вот, пожалуйста, держитесь. Наши уже близко. Интересно, что имел в виду Игорь Дедон под словом «наши уже близко». Мне кажется, тут совершенно очевидно, что Игорь Дедон имел в виду. Рассказывая, что нужно дружить с Россией. Везде рассказывают, что нужно с Россией на стратегический партнёр. А вот Майя Санду не хочет дружить с Россией и угнетает нас тем, что не хочет дружить с Россией. Мне кажется, совершенно очевидно, что Игорь Дедон имел в виду, когда он говорил «наши уже близко». То есть он имел в виду российскую армию. То есть для него же очевидно, не украинцы же «наши». То есть украинцы всю жизнь были рядом с Республикой Молдова. И тем более Игорь Дедон заявил, что Крым – это Россия. То есть какие ему украинцы «наши». После этого они, безусловно, не «наши». Наша для него Россия. То есть где у брата есть бизнес миллионный, откуда он получает финансирование. Для своего молода Российского делового союза, который не помогает бизнесменам, а только обеспечивает место работы для Игоря Дедона. И как только Игорь Дедон что-то говорит против правительства, на счёт этого молода Российского делового союза падает определённая сумма денег из Российской Федерации. Что это, если не призыв к ликвидации государственности Республики Молдова? Очевидно же, чего хочет Российская Федерация. Российская Федерация хочет не видеть на постсоветском пространстве независимых государств. Она видит на постсоветском пространстве свои колонии. Даже колонии в виде, не знаю, там, областей Российской Федерации. То есть очевидно, что Российская Федерация хочет присоединить и Украину, и Молдову к себе в качестве областей Российской Федерации. И когда Игорь Дедон говорит «наше уже близко», он совершенно конкретные вещи имеет в виду. Они же все мечтают, чтобы Российская Федерация сюда пришла, чтобы Российская Федерация здесь установила, не знаю, там, порядки и назначила их пожизненными гауляйтерами. Понимаете? Был плох этот румынский жандарм, здесь же никто не разбирается. То есть все поверили в российскую пропаганду, что румынский жандарм плох. И вот они по-прежнему уже 30 лет рассказывают людям всю эту сказку, всю эту историю, люди в это верят. А сами ведут себе очень шикарный образ жизни. Тот же Игорь Дедон приходит нашим собратьям-гагузам здесь лапшу на уши вешает, понимаете, зарабатывает, продает, покупает дешево их голоса, продает их дорого в Москве и зарабатывает на этом день. Чем это не андеграунд-кустурица? Это самая настоящая андеграунд-кустурица. И тут я бы хотел обратиться к своим соплеменникам и сказать, друзья, вот когда, и там же видно, что гагузы боятся войны, они не хотят войны, они не хотят втягивания гагузей в какие-то провокации, они хотят, чтобы это все обошло нас стороной. Но вы почему-то думаете, что нас в эту историю втягивает Майя Санду? Нет, не Майя Санду, нас в эту историю втягивают вот эти вот сторонники Российской Федерации, которые приходят и зовут нас на баррикады, которые говорят нам, что там Кишинев собирается там с нами что-то непонятное сделать. Это они нас втягивают в эту самую войну, да, и если они захватят эту гагузию, они же будут рвать эту гагузию на части, понимаете? Еще раз повторюсь, если Ирина Влах, Ирина Влах, как бы, безусловно, завуалирована и прямо поддерживала Москву, и она ничего открыто в поддержку Москвы не говорит, это так, где-то полунамеками, намеками и так далее, где-то вокруг да около, то почему? Потому что у нее бизнес здесь, семья здесь, да, как бы и в случае необходимости молдавская прокуратура может до нее дотянуться. А до Гриши как дотянуться, да, весь бизнес там, да, отец там, семья там, как бы, деньги они зарабатывают там, как бы, до них дотянется российская прокуратура и российский следственный орган, да, а не молдавский. И в этом случае, если перед ним будет стоять выбор, как бы, сделать что-то провокационное в поддержку России или не сделать, то, мне кажется, выбор здесь совершенно, Григорий Узнан будет совершенно очевиден, оно уже по риторике видно, да, что он собирается продвигать, уже из его избирательной кампании. Кстати, эти видео короткие публикует Леонид Киса, Леонид, большое вам спасибо, да. Леонид Киса, понятно, публикует их не для того, чтобы мы узнали, о чем они там рассказывают людям, а Леонид Киса их публикует для того, чтобы показать, сколько много людей собралось на встречу с Григорием Узуном. И иногда там появляются вот такие вот речи Дадона, Григория Узуна, что дает нам примерно понимание того, какова атмосфера там. Спасибо, господин Киса, да, то есть, как бы, все записывается, и все мы видим, и все понимаем, и понимаем, куда вы нас ведете, да, своими этими призывами, своей этой риторикой. Я призываю вас более критически к этому относиться, я обращаю сейчас всех, всем к тем, кто нас смотрит, да, потому что я не вижу хорошего, позитивного, не знаю, там, конца, в конце этого пути, да, потому что совершенно очевидно, вернусь, да, гагаузские политики, то, что, условно говоря, так называемая гагаузская политическая элита, выбрав путь все 28 лет торговать своим политическим статусом, да, и в этом плане, как бы, похоже на политиков с низкой социальной ответственностью, понимаете. Я, повторяю, я сейчас использую, перефразирую метафору их любимого Путина, да, они привели к ситуации, когда вот гагаузию дербанят две радикализировавшиеся партии, с одной стороны, партия социалистов, с другой стороны, партия Шор, которая, еще раз повторюсь, напоминает и очень похожа на секту, понимаете. И вот к чему мы пришли, отказавшись от идеи организации, отказавшись от того, чтобы самостоятельно что-то делать, самостоятельно определять свою судьбу в рамках, естественно, политического поля и законодательного поля Республики Молдова, и оставили все на милость вот Москве и пророссийских политических партий, да, вот они сейчас, если Григорий Узун станет башканов, я примерно представляю, как, во что превратится народное собрание, они будут штамповать каждый день какие-то, не знаю, там, провокационные, каждый день будет штамповать какие-то провокационные заявления, да, а если, не дай бог, Шор захватит власть в Гагаузии, то Гагаузию будет качать и расшатывать из стороны в сторону, да, и в конечном итоге кто втягивает нас в войну, кто будет дестабилизировать ситуацию, да, те, кто будут это делать в поддержку России, или те, кто делают все для того, чтобы поддержать и созидать, и проявлять солидарность с нашим соседом, который оказался в этой очень сложной ситуации. Мне кажется, ответ очевиден, да, не Майя Санду нас втягивает в войну, нас в войну втягивают сторонники Путина, да, которые, очевидно, хотят, чтобы Республика Молдова была под Россией, и, очевидно, хотят, чтобы Республика Молдова была использована против Украины. Я это говорил, и я это буду говорить, потому что сегодня это актуально как никогда. Об этом нужно говорить, и мы обращаем на это внимание, да, для того, чтобы люди одумались и понимали, к чему это все может привести.